Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Христос воскресе. Воистину воскресе. Так, дело в общем. У нас есть ресурс такой очень большой, называется «Во свете Библии» православный библейский сайт. И тут самое ценное – 4124 ответа по темам, 55 тем. Ну, сейчас мы разбираем вот это у нас идет. Пятое. Будущее, пятое. Вот оно, как видите, вопрос. Вот любой вопрос, я-ка нажал его, сразу ответ. Ну, нам сейчас это не надо. Я их отдельно вытащил, обработал, увеличил. И сейчас будем мы насчитывать. Будущее. Пащенко Владимир Александрович считает, считает. Это мне вопросы задавали в университетах, по радио, милиции. Вопрос 2284, 9-й томок, притомоком. Трудно разобраться во всех политических событиях, но главное, чтобы не просмотреть антихриста. Как избежать этой беды? Ответ. Самое лучшее, если бы Господь забрал нас прежде воцарение этого зверя в этом мире. Сектанты и хилиасты первых веков так думали и думают. Но церковь войдет в эпоху антихриста. Матфея 24, 22. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Евреи его воцарят и распространят по всему миру. Иоанна 5, 43. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Кавычки открыты. Если антихрист родился от Девы и прежде Христа пришел в мир, то иудеи могли бы иметь оправдание и говорить, что они стремились к истине и поэтому приняли ложь вместо истины. А теперь они будут за это судимы и без сомнения осуждены. По елику, призрев истину Христову, впоследствии примут ложь, то есть антихриста. Иероним Стридонский, том 7. Кавычки открыты. Так как прежде Христа придет антихрист, то чтобы кто-нибудь, ища пастырь, не попался в волку, для того тебе указывают признак пришествия пастыря. И воссядет не в Иерусалимской храме только, но и во всех церквях. Ефрем Сирин. Кавычки закрыты. Вот так. Православным намного легче. У них есть толкование святых отцов в церкви Христовой на эту тему. Они очень многое изъяснили. Нужно это впитать и жить в страхе Божьем и исполнении его заповедей. Живущий свято различит и признаки, и само зверя распознает. Дьявол уже у дверей, копытами стучит и просится, чтобы его приняли. Владимир Соловьев в словах об антихлисте пытается распознать, как он будет вести себя, чтобы его приняли все верующие. Главное его отличие от прочей будет то, что он не будет воздавать славы святой Троице и признавать Сына Божьим Иисуса Христа. 14 ноября Филипп Андорский. Дьявол пришел в образе монаха, стучит в дверь. Сотвори молитву, и ныне и пресно, и во веки веков. То есть этот, который наружу, он должен творить молитву. Говорит, сотвори молитву, он должен читать славу Отцу и Сыну, а этот изнутри отвечает-то. А наоборот, а ныне и пресно, вообще ничего не означает. Филипп не открывает, и так до трех раз. Из-за двери настойчиво учит пришедшего, не зная даже, кто это учит уставу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Повторять же эти слова уже было некому. Гость провалился. 1 Коринфянам 12.3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафему на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Кто такой? Филипп Андорский, запомни. Вот так через дверь, и узнать можно, кто, какую ему молитву сейчас там, такой Филипп Андорский. 14 ноября. И дальше. История что? Старуха совсем без ума. Потерянная, ахает и стонет. Может быть, охает. Потерянная, охает и стонет. Раздетая плетется, когда пришла зима. Средь лета шубой, накрытая из просонья. Так ничему она не научилась. От времен прошедших, бывших, как когда-то. Она считается, как у Маяковского. Ты стиль не можешь ловить. Ну да. Все правители и цари на ее мочились. А слов ее затыкали уши ватой. Я подражать здесь стихотворение Маяковском. А у нее есть опыт и поучение. Умеет провидеть последствия семи минут их побед. Каинавель убьет сегодня чем-то. Но этим чем-то и мужем затылок вслед. Додумал ли Саул, когда гонялся за храбрым юношей, пророком-поэтом, что там в пещерах перебьют пальцы? Перебирают пальцы. Да, перебирают пальцы. Чудо-псалмы будут в храмах вселенной пропеты. И о последних уметь размышлять. Обожди, ты все считаешь как-то съедать. И о последствиях. Ты все считаешь. И поэтому ты не понимаешь, что считаешь. Что слова-то не те вставляешь. И о последствиях уметь размышлять. Провидеть вдали их и через столетия. Так стоило ли Ленину царя с семьей стрелять. В маразм впадать. Стать воблой креветкой. Да мог ли подумать, лысенький пигмей. Что вписывает в святцы царское семейство. Под фараона змей вползает. Затем в мавзолей. Царю же быть в раю со славою повсеместной. Не думал и не гадал. И в ад попал. История клюкой стучит из лица. Гулаг был приготовлен всем попам. Но в лике с нимбами преобразятся их лица. Что скажут, что подумают там. Потом. Потом. И что напишут о деяниях наших. Соотнося с Писанием и со Христом. Победители будут чтить или павших. Вот как считал Евгений Евтушенко. Столько патетики. Но будем помнить. Будет и Божий суд. Не отвергай истории прошлой уроки. То вверх, то вниз она. Подобное колесу. Сияют святостью вчерашние наши пороги. Пороги. Ну что, подходит под Майковского? Это я Никиту спрашиваю. А уж он как знаток сразу знает. Один интересно было. На его выступлениях написал записку. Владимир Владимирович, мы с товарищем ваших стихов не понимаем. Он мгновенно ответил. Нужно иметь умного товарища. Вопрос 1281, четвертый том, открытым оком. Написано. Луки 18, 8. Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Здесь нет ответа. Но сам вопрос показывает, что значит может быть и такой вариант, что во второе пришествие на земле не останется верующих? Ответ. Из других мест Библии мы находим четкий ответ. Что веру на земле Христос найдет. Матфея 24, 40 стих. Когда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Здесь речь идет о восхищении церкви, которое произойдет не за тысячу лет до последнего дня истории мира, не за тысячу лет до его пришествия, второго и страшного, но именно точно в последний день, не раньше и не позже. Этот последний день истории мира будет днем воскресения из мертвых всех умерших, праведных и неправедных, и Адама, и Каина, и Авеля, и Иуды. И этот же день является днем восхищения верных на облака навстречу Христу. Иоанна 6, 39. Воля же пославши меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Иоанна 6, 40. Воля пославши меня есть та, чтобы всякий, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Верующих воскресить в последний день? А когда, а кому тогда, после него-то, что? Иоанна 6, 44. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Речь идет о праведниках. 54 стих. Ейдущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Иоанна 11, 24. Марфа сказала ему, зная, что воскреснет воскресенье в последний день. Откуда она так слышала, так и повторяет? Иоанна 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. В последний день суд, и в последний день воскреснет Лазарь и все остальные. Вот допустим, ну кто-то стоит сейчас, баптистом, администом, все еретики, которые скрываются под словом конфессии, динаминацией. Мы разговариваем. Я говорю, вот когда воскреснут праведники? Ну за тысячу лет. А в году сколько дней? Ну сколько, вы еще не знаете. Я говорю, я знаю, но хочу услышать. 365. А в тысячи летах сколько будет? 365 тысяч дней. Вот настолько вы ошиблись. Он говорит, в последний день. Вот если бы вы стояли на место Марфы, вы бы сказали, знаю Господи, воскреснет за тысячу лет до конца. Они не могут так ответить. И дальше. Церковь Христова будет на земле и в гонену искушения. Во время царствования Антихриста 3,5 года. Марка 13,20. Если бы Господь не сократил те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Значит, они учат, избранные должны быть восхищены, потом скорбное время будет, время Антихриста. А тут говорит наоборот, ради избранных сократятся. 1 Калимфинам 11,26. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Доколе придет, и до этого времени выходит, будет причастие на земле. Прямо говорится. 1 Фессалликийцам 4,15-18 стих. Ибо сей говорю вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретив Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Марка 13,30. Истину говорю вам. Не придет род сей, как все это будет. И что? Как и что? Не придет род сей. Что означает придет? Не придет. А что означает слово придет? Не уйдет это. Не уйдет, он будет дальше. Будет, да. Род христианский будет до второго и славного пришествия Христа на земле. Да. Мало я счастья. Дальше. Светворение. Все будет так, как говорил Господь. Все будет так, как мы хотели сами. Стальные птицы выжгут нашу плоть, и города провалятся под нами. Все будет так, И весь наш разговор Источный вопль о мире в канун боя Лишь только умножает наш позор. Да. Мы погинем так же, как и трое. Напрасно люди смотрят на богов И Брежнев, Да и Ренген тоже люди. В громадном мире штормов и ветров Простые люди, Да к тому же в блуде. Им не вершить И не быть или не быть Решает не премьеры за столами. Есть Божий суд Его не отделить И не отделить Его не отдалить И не приблизить громкими речами. Считай заново. Исказил все. Им не вершить И быть или не быть Решает не премьеры за столами. Есть Божий суд Его не отдалить И не приблизить громкими речами. Он, этот суд, Придет нам на порог, Когда его никто не ожидает, Придет, как все, приходит точный срок, и каждого по правде покарает. Напрасно побежите вы к горам, напрасно вы опуститесь в ущелье. Великий гул пройдет по небесам, и страшный стон услышит подземелье. Взгляни на мир, несметные полки сливаются с армадами чудовищ. Дымятся аравийские пески, кипят раздором хижины становищ. А раб и негр, индус и ведуин, своих врагов отыскивают в горе. И для отца готовят пулю сын, и брату брат грозит годами споря. Кто этот спор сумеет разрешить? Какой совет, какая ансамблея? Земля горит, и быть или не быть, решают неземные корифеи. Их трупы, как и трупы их рабов, изложит щель, чинов не признавая. Все будет так, среди зарева костров пройдет Господь от края до края. Перед ним одним отступят ложь и мрак, перед ним одним падут все на колени. Все будет так, все будет только так. И в этом сумма всех людских свершений. Петров Агатов. Ну, как это будет еще бы? Его найти надо было? Хорошая. Его никто и не знает, Петров Агатов, а мы его сделали известным. Вопрос 4124, 30 том открытым овкам. По каким признакам сегодня можно определить, что перед тобой слуга Антихриста, а не тот, за кого он себя выдает, будь то мирской или священник? Ответ. Как можно волку узнать, если он даже и среди овец скрылся? Если пастух ударит овцу, она выпрыгнется, а волк лязнет зубами. Вспомним, как описывал Антихриста святой преподобный Ефрем Сирин. Кавычки открыты. Антихрист придет притворно благовейным, смиренным, кротким, ненавидящим, как он скажет о себе неправду, отвращающимся идолов, предпочитающих благочестие, добрым, нещерилюбивым. А в высокой степени благообразным, весьма постоянным, ко всем ласковым. Кавычки закрыты. Точно так же стараются себя вести основные руководители перестройки в России. Возьмем, к примеру, Горбачева. Помните, как почти все были восхищены им? Кавычки открыты. Какой он умный, замечательный человек, говорили многие. Он наведет порядок в России. Кавычки закрыты. Многие стали доверять ему и уважать его за то, что он изменил якобы отношение российского правительства к церкви, дав возможность возвратиться православию в Россию. Но прошло несколько лет, и все в нем разочаровались. Все увидели и поняли, что он, одев притворную маску сторонника возрождения России, патриота, на самом деле добивал ее. С его помощью же домасоны уничтожили остатки нравственности в народе и нагло по-бандитски разворовали богатство России, целыми эшелонами отправляя их к своим высшим господам в Израиль, США, в Англию, в Германию и ряд других европейских стран, где прочно засели их преуспевающие западные «братья-каменщики», как они себя называли в старину. Следующего актера, Ельцина, русский народ распознал уже быстрее. Но все равно в начале, когда Ельцин только появился на политической сцене, ему верили и говорили примерно так, кавычки открыты. Ну уж Ельцин, в отличие от Горбачева, действительно болеет за Россию, кавычки закрыты. А теперь на мировой масонской сцене политики выступает новый, умный, заботливый о России, а главное, верующий, в кавычках, православный, жидомасон Путин. И у него все те же методы завоевывания народа. Притворяясь верующим православным, он так же, как Горбачев и Ельцин, фигурирует на православных богослужениях со свечкой в руках. Так же, как Горбачев и Ельцин, он делает вид, что сочувствие относится к православной церкви. Более того, он выделяет денежную помощь артянам и монастырям, например, в Древеево, на Валаам и так далее. С той же целью, чтобы народ верил, что он передовой заботится о русском народе человек. И ведь многие в его добродетели поверили. Но сейчас уже стало понятно, что он очередной хитрый враг России, жидомасон, в лице которого мировое масонство окончательно загубило Россию, русский народ, особенно молодежь. И окончательно схватило в своих клещей истинную православную церковь. Почему же народ доверяет таким ассонским актерам, а по сути страшным врагам России, как Ельцин, Горбачев, Кучин и прочим подобным лицедеям? Потому что никто не может представить себе, насколько коварно, стиво, подло и лицемерно действуют они, тщательно скрывая свою ненависть к России. То есть в стране, где хотя и в измученном, отравленном состоянии, но сохранилась православная вера и ее крошечные остатки. Подравляют тут все меня, и католики, и мусульмане. Святые отцы и старцы учили, что пока в храмах совершается таинство Божественной Литургии и Евхаристии, в них еще можно ходить верующим. Это значит, что несмотря на то, что в церкви служат новые, не имеющие духовного разумения обновленческие священники, несмотря на то, что архиереи в большинстве евреи или послушные исполнительной их воли, но если через глубокую веру пребывает на богослужении, если он с любовью и верой относится к святым таинствам и искренне ищет правду Божию, то Господь очищает его от грехов, прощает и просвещает его, и сам ведет ко спасению, показывает, где тщательно замаскирована ложь, а где истина. А так, чьи слова я не посмотрел? Не показано. Не показано? Вообще не показано. Даже удивительно как, надо как-то на что-то... Может, там будет в конце? Может быть, там в конце. Я-то это откуда-то брал, у меня с собой всяких там было материалов много. Это я все говорил в университетах. Дальше. Поэтому жидомасоны не успокоятся до тех пор, пока окончательно не перестроят изнутри православную церковь. И святые отцы в своих откровениях пишут, что незадолго до воцарения Антихриста архиереи и священники того времени, в сердцах своих отступив от Христа, дерзко и нагло посмеют видоизменить православную церковь, то есть нарушить основные таинства и исказить православные богослужения. Таким образом, в наше время православная церковь, по сути своей, уже является обновленческой, схваченной изнутри священниками нового лукавого, стивового направления. Но в скором времени новые жидовствующие архиереи и священники уже официально создадут обновленческую церковь, в которой официально утвердят серьезное отступление от православия. Какие это будут отступления по учению святых отцов? Внешне все останется так же, как и сейчас. Золоченые купола, колокольный звон, иконные богослужения. Но при этом будут внесены серьезные изменения богослужения, прежде всего в божественную литургию. Из литургии выбросят херувимскую песню, молитву «Отче наш». Внесут изменения в вихранистический канон, то есть изменят самую основу духовную сердцевину литургии. В символ веры будут внесены, как казалось бы, незначительные изменения, но они совершенно исказят его содержание. Святой Евангелие будет переиздано по-новому. Те места в Евангелии, где говорится о том, что еврейский народ требовал у Пилата распятия Иисуса Христа, архиереи по требованию жидомасонов уберут из него. Какие места? Уже убирают у католиков, убрали. Кстати, в католической церкви это уже произошло. По требованию жидомасонов, Папа Римский Иоанн Павел II велел переиздать Евангелие, и в новом издании все те места, в которых говорится о вине еврейского народа, в распятии Господа Иисуса Христа, были выброшены. Вот все семь таинств будут внесены изменения, а основное таинство, таинство покаяния, совершенно уберут из официальной обновленческой церкви. Точно так же, как его не существует в Патистанской церкви и фактически не существует у современных католиков. Ведь они не испытывают благодати Божией и в таком случае духовно не очищаются, не посветляются и не совершенствуются. И, как сказано в молитве перед причастием, такое принятие святых... Перед причащением. Ты видишь, какое слово? Перед причащением такое принятие святых христовых таин может вмениться Господом в суд и осуждение. О горе нам грешен! До чего дошло отступление от святоотеческих и апостольских преданий? До какой наглости дошло бездуховное, мирское, льстивое мудрование новых обновленческих священников? И вот после того, как обновленческие священники и архиерет дерзко посмеют изменить святоотеческие правила, видоизменить, подстроить церковь под современного падшего человека, в нее нельзя будет ходить, потому что от нее отойдет благодать Божия. Об этом писали многие святые, в том числе и святой праведный Ян Кроштадский, святой преподобный Кукша, святой преподобный Лаврентий Черниговский, а также известный стоп чистоты православия отец Серафим Роуз. Сафония 1.14 Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. Иезекель 33 И во близок день так, близок день Господа, день мрачный, година народов наступает. Вопрос 3895, 27 том открытым оком. Проповедуют ли сектанты о втором пришествии Христа, ибо антихристе, или только о том, что они искуплены и спасены окончательно? Ответ. Не везде, но есть, где эти важные темы освещают. Вот последняя проповедь Баптиста Азарова Михаила Ивановича, уже от отшедшего в вечность. Даниил 7.21 Я видел, как этот рок вел брань со святыми и превозмогал их. Откровение 13 глав, 4 по 8 стих. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. И отверстие он устарствует для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонимся ему всех живущих на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уанца, закланного от сознания мира. И вот он ведет брань со святыми. И что удивительно, здесь написано, что он побеждает их. Вот сейчас все здесь сидящие скажите, можно ли подумать... И здесь дальше сказано. Откровение 13, 16. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на челое их. Даниил говорит, но там был только начаток, а здесь написано так. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Согласимся мы с этим или нет, чтобы с нами дьявол вел войну и победил нас? Или нет? Я думаю, что никто здесь не согласится с этим. Не может быть, чтобы дьявол мог победить нас. Я вот вспоминаю, как во время гонения, когда, конечно, много было разных трудностей, и чтобы победить, дьявол принимает меры как тогда, так и сейчас. У него всегда есть свои способы, чтобы победить верующих. В каком случае он может победить нас? Или мы уже побеждены? Мы говорим, что братство наше стоит в хороших условиях, твердо держится за Слово Божие и так далее. Это хорошо. Но Слово Божие должно исполниться. Оно у Бога просто так не пишется. И знаете, кто побеждает? И знаете, кто побеждает? И знаете, кто побеждает? Выражение такое. Я к людям обращаюсь. Передо мной в риторию. И вы знаете, кто побеждает? Обратись. Да. И знаете, кто побеждает? Откровение 13.2. Зверь, который я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя. А пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Слышите ли, кто ему дает власть? Не Бог, а дракон. Дьявол дает власть такую, и силу, и все другое. Доживем мы до этого времени или нет? Или уже дожили? Знаете, когда мы были помоложе, мы всегда интересовались этим вопросом. А как будет пришествие Христа? Как оно будет? Что об этом написано, непонятно было. Неужели же такое случится, что печать какую-то положили? Или еще что-то? Немножко удивлялись этому. Я думаю, что сейчас этому мы уже не удивляемся. Но вопрос в том, что у нас есть опасность быть побежденными дьяволом. Когда Бог побеждает нас, это хорошо, мы радуемся. А вот когда дьявол побеждает, это беда. Страшная участь таких ожидает. Вы знаете, кто попадает первым в озеро Огненное? Не дьявол, ибо он намного позже попадет. Первыми туда попадут лжепророки Антихрист. Они первые ввержены туда. Братья и сестры, этот вопрос сегодня уже назрел. Чтобы братья об этом проповедовали. Это говорит протестант. Протестант. Говорить об этом нужно в домах наших. Потому что мы вплотную приблизились к этому событию. У нас недавно был брат из Риги. И у него сын работает в полиции. В Америке. Они в Америку уехали. И вот он говорит, что всю их полицию возили в Брюссель. И там всем показывают «зверя», в кавычках. Этого, который занимает несколько этажей. И что в этого зверя, в этот компьютер, все люди уже внесены. Уже там мы с вами. Но как он нас победит? Брат-пресс-фитер приходит ко мне, и я его спрашиваю. «Брат, как это могло случиться, что твоя жена и дети прошли сквозь огонь?» Вы знаете, что в Ветхом Завете проводили через огонь? Иеремия 32-35 «Устроили капище Ваалу в долине сыновей иномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». «Сейчас что додумали сделать? Сейчас дьявол по-новому придумал. И что вы думаете? Иду туда. Там песни, пляски. Говорят, что жена была раскрыта обязательно, чтобы о Боге ни слова не говорить. Если можно, стих там какой-то рассказать, только не о Боге. Послушай, посмотри, как этот огонь ты должен пройти вместе с детьми, тогда получишь». Я говорю, сколько ты получил? А он, деньги были нужны, 80 тысяч получил за то, что провел жену и детей. Вот как дьявол будет побеждать. Это баптисты уже говорят в Америке. Платят деньги за это, за костер пройти. Смотрите, как нас он уже победил. Нас с вами уже победили. Вели такую службу, называется «Альтернативной». Мой внук пришел в военкомат и говорит, я пойду в армию, но присягу принимать не буду. Ему сказали, иди домой, ты не нужен в армии. Второй раз вызвали. Он опять уже другим объясняет, которые приехали за солдатами. Ему опять, тогда ты не нужен, иди домой. Смотрите, как дьявол решил оберегать своих людей, чтобы верующих не было среди солдат. Хорошо или плохо? Не взяли в армию «хорошо». Так теперь ни одного верующего там нету. Он лишь как раз смотрит глубоко. В армию в основном не хотят идти. Сколько братьев наших были в армии, и какая, слава Богу, была. Сколько молитв, сколько было других действий, когда мы за братьев заступались, молились. Брата нашего одного забрали. Выставили 500 человек, а его одного выставили перед всеми, и давай критиковать. Вот он верит в Бога. А что теперь? Теперь не нужны такие. И мы благовестия лишились. А второе. Как мы побеждены? Начали строить школы наши братья, чтобы наши собирались отдельно, как Проханов когда-то собирался город солнца построить. Мы были в Краснодаре. А там одна девочка окончила школу, если можно назвать христианскую, и в собрание бросила ходить. Отец спросит, побеседуйте. Спросили ее, почему ты не хочешь ходить? А я уже наслушалась. Не пошла в собрание, а пошла в мир. Мы лишаем проповеди Евангелия школы, армию. А что теперь нам делать? Где нам проповедовать? И дано было ему победить. Я вам, братья, сейчас почитаю, за что наши братья сидели в тюрьмах по 4-5 лет. Это верующие люди принимают клятву такую. Торжественно и добровольно, кавычки открытые, без каких-либо скрытых колебаний, настоящим я подклятвую, отказываясь от верности любому иностранному государству. Моя преданность и верность с этого дня направлены к США. Я обязуюсь поддерживать, уважать и быть лояльным к Соединенным Штатам по их Конституции. Я также обязуюсь по требованию закона, где бы я ни был, защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов. против всех врагов иностранных и отечественных на военной, на боевой и гражданской службе. В чем я торжественно клянусь, да поможет мне Господь. Кощунство такое. Кто из вас примет эту присягу? Нет? А? Ну поднимите руки. Кто примет присягу? Никто. А в Америку поедете? Добровольно поедете? Поклянетесь? Ну, говорит нет. А возьми. Когда пишут, 17 мгновений весны, характерно-рдический, ненависть к врагам Рейха. А ты ничем не отличается. Америка это Рейх. Союз Рейх. Вот я и спрашиваю. Брат, ты там бываешь? А как же этих людей приняли в Совет Церквей? Маркевич говорит, я... Маркевич говорит, я этого не знаю. Антонюк говорит, я слышал это. А дальше что? И вот эти в Америку уехали. И знаете, присылает газету такую, наши дни. Так вот, интересно пишет, который уехал туда от нас. Он там проповедует. Говорит, мы пять мудрых дев, которые уехали в Америку, а безумные остались в России. Прямо так и проповедуют. А мудрые там едят, пьют, присягу принимают и прочее. Это в аптестах. Братья, опасность стоит великая. И дано будет антихрисус, с которым никто не справится, никто его не сможет тронуть, за исключением Иисуса Христа. И вот здесь Писание говорит, дано было ему вести войну со святыми и победить их. Ну и дальше большая проповедь. У нас просто времени здесь нету. Пожалуйста, просчитайте. Вот отсюда и... Просто тормознете и просчитаете. Так, смотрите внимательно. Я продергиваю. Сегодня первый день Пасхи, и мы собираемся сейчас сходить в Покровский собор, там колокольня, и позвонить на колокольню. Говорят, разрешают сегодня звонить. Будем благовестовать через колокольный звон. «Благовест» так и называется. Вот видите, какой Азаров большой вклад сделал. Просчитайте. Он подробно все описывает. Все, он сам это видел. Все, Антихрист уже действует во всем. Ну, не тот последний, а другое племя. А другие баптисты все подписались, приняли присягу там, клянутся. И он на основании Писания доказывает, что этого делать никак нельзя. Здесь, главное, нельзя служить в армии. А в Америке они там, смотришь, служат. Вот эти места Писания, это как эпиграф, видимо, я беру. Да. Мы их читаем дальше. О чем говорят? Там законе 8.24, и книга Евангелия, Лука 21.8, и Откровение. Первая глава, третий стих. Это надо просчитать. Сейчас я все это дело выделю. Откровение посчитаем. Считаем. В ушли 12 лет отважных увлечений и снов мучительных и тягостных забот, осиливших на миг и павших искушений, похмелья горького и трезвенных работ. Хвала предвечному Израиле одеждой в пустыне 40 лет он целыми хранил, не тронуты в душе все лучшие надежды, и не иссякло в ней русло творящих сил. Владычица земля, с бывалым умилением и с нежностью любви склоняюсь над тобой. Лес древний и река звучат мне юным пением. Все вечно и в них осталось со мной. Другой был, правда, день безоблачный и яркий. С небес лился поток ликующих лучей. И всюду меж деревь запущенного парка мелькали призраки загадочных очей. И призраки ушли, но вера неизменна. А вот и солнце вдруг взглянулось за туч. Владычица земля, твоя краса нетленна. И светлый богатырь, бессмертен и могуч. Владимир Соловьев, 1898 год. Конечно. Вот это русский идеалист Владимир Сергеевич Соловьев вложил свой вклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова